Антиквариат – это вечные ценности, и если обращаться бережно и аккуратно с ценными предметами из прошлого, прибыль можно получать столетиями. Встречаясь на своем жизненном пути с дурновладельцами, антикварные предметы, если и выживают, то остаются инвалидами. Дурновладельцы. Ценность понимают исключительно в денежном эквиваленте. Про антиквариат знают все, так как по спутнику в ящике видали и в музеях бывали. Их любимые инструменты для реставрации – молоток, напильник, дрель и пимолюкс. А главный источник достоверной информации – передача невероятной истории на канале РЕН-ТВ. Катана – самый узнаваемый по фильмам Голливуда тип длинноклинкового холодного оружия. Эта катана прошла через пытки дурновладельцев и получила множественные увечья и шрамы. Эта катана попала в руки дурновладельцев в качестве трофея после Второй мировой войны. И им в какой-то момент времени приходит решение проверить катану на подлинность. Обладание сакральным знанием из неизвестных источников о том, что настоящая катана должна рубить гвозди, разрывало сознание дурновладельцев и однажды вырвалось наружу. Первая же попытка расчленения гвоздя была неудачной. На гвозде осталась только узкая вмятина. Внимательно рассмотрев лезвие, дурновладельцам сразу становится понятно, что причина в плохой заточке клинка. И при помощи шлифовального станка катану затачивают на манер столового ножа, удалив при этом йокоте, ребро на границе лезвия и острия, и за несколько минут полностью уничтожив полировку лезвия, на которую у мастера по полировке уходит несколько месяцев тяжелого труда. И следует попытка номер два, после которой скалывается лезвие и макуги, бамбуковый штифт, скрепляющий клинок и рукоять, разбивает отверстие крепления и ломается. На этой стадии дурновладельцам пришлось прервать эксперименты по испытаниям катаны на подлинность ввиду невозможности дальнейшего применения. Слово «реставрация» было абсолютно незнакомо дурновладельцам, поэтому они ограничились ремонтом не как было, а из того, что есть под рукой. В разбитое отверстие рукояти вместо бамбукового штифта вставили болт, а когда его затягивали, повредили кожу ската, обклеивающую рукоять. Пока катану для истязаний доставали из ножен, забывали нажимать кнопку замка и выдергиванием оторвали каплевидный язычок замка, а материала и знаний для ремонта не хватило. Вместе с замком было вырвано устье ножен, закрепленное на винтах, и для надежности вместо винтов вставили гвозди, вероятно, те, которые участвовали в пытках катаны. Таким образом, прикладная и коллекционная ценности этой катаны были уничтожены дурновладельцами. На первый взгляд, это обычный синьгунте, так называемый новый японский меч в стандартной отделке для армейских мечей периода 1937-1941 года выпуска. Их выпускали в большом количестве в период масштабной милитаризации Японии. Ну, эта катана необычная, на ней клеймо Коа Эсин Мантыцу. Азия одно сердце, и это сердце Япония. Японцы регулярно демонстрировали свои имперские замашки, ориентированные на Китай, Монголию и Дальний Восток России. Эта катана выкована Маньчжурской железнодорожной компанией. Сталь для клинка. Клинка специально разработана, изготовлена традиционным древним способом, но с использованием современных на тот момент технологий. Прутками из высокоуглеродистой стали заполняли трубу. Трубу вставляли в следующую трубу. И этот пакет сваривали между собой и проковывали. В результате получился очень качественный клинок по твердости стали и режущим качеством, не уступающий традиционным дедовским катанам. Для демонстрации достоинств катаны Коа Эсин, ее разрезали поперек на пять частей. И в каждой части сердце катаны из высокоуглеродистой стали имела правильную форму и симметрично располагалась внутри клинка по всей длине, от острия до хвостовика. У клинков же, изготовленных традиционным ручным способом, сердечник во время ковки неконтролируемо изменял свою форму, которая значительно влияет на боевые характеристики катаны. Кроме того, в отличие от традиционных мечей, катана Мантыцу выдерживала мороз до минус 40 градусов. У традиционных мечей при низких температурах клинок терял твердость и разрушался. А поскольку Мантыцу имеют довольно высокую стоимость, есть смысл заморочиться с реставрацией этого клинка. К катану ожидает шлифовка и полировка лезвия клинка, наращивание дерева рукояти, доклейка кожи ската, ремонт и восстановление замка, удаление гвоздей из устья ножен. Но при этом следует учитывать, что вернуть полную коллекционную стоимость этому предмету уже невозможно. После окончания реставрации в одном из следующих роликов вы сможете увидеть процесс и результат восстановления катаны. Некоторые дедовские катаны имеют специфические клейма на хвостовиках клинка. Их испытывали не на гвоздях, а на человеческих телах. И клеймами обозначали, сколько тел одновременно разрубили этим мечом. Обычно было два или три. Рубить гвозди катаной невозможно, а вот резать вполне реально. Слышен характерный звук мелкозубчатой качественной ножовки по металлу. И буквально на глазах лезвие катаны вгрызается в тело гвоздя. Буквально несколько движений и на гвозде получается довольно глубокий запил. Не стану подвергать эту катану-инвалида длительные пытки на гвозде. Гвозди изготовлены из мягкой стали. В следующем ролике посмотрим, как справятся с более твердым материалом, квадратной закаленной трубой. Катана. Все та же синьгунта. Шашка с клеймом гурда. И древний ятаган неизвестного мастера, приобретенный когда-то как обломок косы. В процессе сборки-разборки катаны дурновладельцы утратили вот такую шайбу-прокладку, которая ставится между рукоятью и клинком. Возможно, у кого-то из зрителей случайно завалялась такая железяка. И я с удовольствием и признательностью у вас ее приобрету. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных и занимательных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok